Добрый день, уважаемые коллеги! В отношении некоторых даже хочется сказать, дорогие друзья, очень рада вас всех видеть. Очень замечательно у нас организовано мероприятие, но, тем не менее, я уже посмотрела со стороны президиума свою презентацию, и я понимаю, что нас очень много, и вам всем будет, видимо, не видно то, что там написано, поэтому я предлагаю скорее поговорить на тему, и, наверное, на протяжении большей части доклада первый слайд останется здесь. И хотела бы обратить внимание на первое слово в тему моего доклада, слово «проблема». И большую часть времени с моего доклада буду говорить о том, что не так, что нас беспокоит, и только в конце, наверное, немножко мы с вами затронем, что с этим делать. Как вы все знаете, мы с вами давно знакомы, и я, в первую очередь, юрист по должности, по образованию, и по призванию уже много лет на Заре. Поэтому вопросы, которые мне поручают курировать, связаны на стыке, так скажем, с правом и с выполнением работы, с тем, что делаем даже слесаря руками. Очень много вопросов, связанных с техническим обслуживанием газового оборудования у нас как от потребителей, так и от других организаций, которые эти работы сейчас выполняют. Для кого не секрет, что с 2012 года с легкой руки ФАС России, которая в последнее время очень активно участие принимает в жизни газовой отрасли нас с вами, это три на группе Эдзин, специализированных организаций много, и все они работают, простите меня, как Бог на душу положит. Поэтому мне каждый день приходится отвечать на вопросы, почему нужно проводить техническое обслуживание, почему нужно заключать до кого, и как нужно выполнять эти работы. И на большинство вопросов ответов правового, к сожалению, у меня нет. Ответы, получающие из серии «Мы всегда так делали», и если мы так делать не будем, то всем зовется. Более подробного, детального, со ссылкой на нормативный правовый акт, к сожалению, ответа не получается. Потому что мы с вами все фактически хранители древнего сакрального знания о том, как нужно выполнять работу по техническому обслуживанию газового оборудования. Следующий слайд, пожалуйста. Мы все с вами воспитаны на книгах, которые в следующем слайде, если кто-то переключат, на правила безопасности, которые отменили, на ОСТИ, которые отменили. Да, вот это вот замечательное издание. Правила технической эксплуатации. Наши все регламенты внутренние написаны на основании этих замечательных книг. Ничего из этого не действует. Взамен ничего не принято. У нас, к сожалению. Поэтому в такой ситуации заставить другие организации работать по тем же самым недействующим правилам нереально. Они о них не знают. Они не понимают, почему они должны так делать. И у нас с вами первая очередная задача... Мы-то с вами помним, как это надо делать. У нас с вами первая очередная задача написать то, как мы это помним, и утвердить в каком-то нормативном документе, чтобы мы все могли работать по одним и тем же правилам игры. Иначе мы никогда не будем конкурентными с другими специализированными организациями, которые фактически, благодаря ДМУ, очень часто получают хороший кусок рынка. Мы с вами в этой ситуации ничего, к сожалению, сделать не можем. Нет четких требований не только к выполнению работы, но нет четких требований вообще к тому, что такое специализированная организация, кто вправе выполнять работу, кто в сети будет. У нас... Следующий слайд, пожалуйста. Специализированная организация очень кратко описана в четыреста десятых правилах. Она должна иметь какой-то квалифицированный штат сотрудников. Ну и, собственно, все. Мы на практике сталкиваемся с тем, что сейчас существуют организации с хорошими и красивыми сайтами в интернете, у которых на бумаге есть три человека. Они квалифицированы на бумаге. Они никогда к вам не приедут в ваш город. И нигде не написано, что их, во-первых, должно быть больше, чем три. Не написано, какой именно квалификацией они должны обладать, где они должны обучаться и чем в своей работе руководствовать. Да, сказано, что организация должна создать какую-то свою инструкцию, по которой она должна работать. Вот мне недавно принесли инструкцию, производственную инструкцию по охране труда, которая руководствует следоспециализированной организацией, в которой написан полный бред и смесь из нормативных документов, которые никакого отношения не имеют к техническому обслуживанию. Потребовать чего-то другого я от этой организации не могу. По большому счету и это она могла мне не приносить. Потому что у меня, как у газораспределительной организации, на этапе начала деятельности этой компании нет права потребовать ее вообще, какими бы то ни было документами. Нет права потребовать с управляющей компанией, с этой организацией копию их договора, чтобы хотя бы там я могла посмотреть, что они делают. Нет права потребовать актов по результатам их работ. И нигде не написано, что кроме актов должны быть ведомости с подписью каждого жителя каждой квартиры, но потому что мы это делаем, мы так привыкли, нам кажется, что это правильно, но нигде так не написано. И они этим борются. И при проверках фронтонных органов, которые сейчас в связи с том, что мы имеем все больше и больше документальные, они успешно проходят, предоставят вот эти документы, работы выполняются, еще раз повторю, только на мае. Надзора, к сожалению, за их деятельностью фактически нет. В силу того, что у нас на рынок Красноярска сейчас зашли несколько таких недобросовестных компаний, нам пришлось жаловаться. Мы жаловались в жилищную инспекцию, мы жаловались в Ростехнадзор, в прокуратуру, в правоохранительные органы. Наши обращения пошли по кругу, их передавали из одного надзорного органа в другой. Круг замкнулся. Каждый орган надзорный нам ответил, что он неуполномочен надзирать за этими организациями. Как мы все с вами знаем, порядок начала деятельности уведомительный. Уведомление – это один листок, на котором эта организация пишет свое название, ИНН, и что она планирует делать на нашей с вами территории. Все. Никаких документов в этот момент никому она не предоставляет. Поэтому ни мы с вами, ни надзорные органы, не хотят и не могут проверить их соответствие и качество их работ. Отдельный вопрос у нас возникает с соглашениями об аварийно-диспечерском обеспечении. Следующий слайд, пожалуйста. В правилах коротко написано, что это соглашение должно быть заключено. И мы, в показе распределительной организации, не имеем права отказаться от заключения этого соглашения. Больше ничего не сказано об этом соглашении. Поэтому возникает масса вопросов у нас сразу же, и не только у нас, но и у нас двунадзорников. Следующий слайд, пожалуйста. Во-первых, непонятно, зачем заключать это соглашение. Потому что, во-первых, мы на аварийной заявке с вами и так есть, без относительного наличия и отсутствия. Во-вторых, это соглашение часто используется недобросовестными компаниями как такое удостоверение. Мы правильные, мы хорошие, мы все делаем хорошо. Вот у нас есть соглашение с ГРО, они нас уполномочили работать. На самом деле нет вообще единого подхода к тому, что это соглашение носит просто организационный какой-то характер, и мы там какие-то партнерские договоренности запрепляем. Либо это какие-то взаимные права и обязанности, и какие-то услуги мы друг другу опазываем в рамках этого соглашения. Соответственно, нет единого подхода к тому, это возмездный договор или это безвозмездный договор. И, к сожалению, у него подхода не только у нас, как у ГРО, специализированных организаций, единого, но нет единого подхода у надзорных органов Федеральной антимонопольной службы и у судов. Мы считаем, что мы можем брать деньги за что-то с этих организаций. Вопрос в том, за что. Кто-то берет деньги за абонентское обслуживание, за то, что у них есть диспетчер, и они поддерживают в состоянии готовности свои силы и средства по аналогии с профессиональными аварийно-спасательными формированиями. Кто-то берет деньги за конкретные услуги, в рамках этого соглашения, например, за услуги по отключению, подключению газа в случае аварийной ситуации. У надзорных органов, соответственно, две позиции, они говорят четко нет, ни в коем случае за эти услуги брать деньги нельзя, потому что в 410-х правилах и написано, что за это деньги брать можно. Другие органы считают, что за это деньги брать можно, но только если вы берете за это деньги из других управляющих компаний, у которых с вами договорено техническое обслуживание, и вы там учитываете свои затраты, эти затраты одинаковые для всех, и вот вы этой компании специализированной можете свои расходы предъявить. Кто-то считает, что вы можете брать деньги со специализированной организацией, но только если у вас в тарифе нигде никаким образом не заложены затраты на содержание вашей аварийно-экспозиционной или аварийно-биспетчерской обслуживания. Подходы разные даже внутри одного региона, у ФАС и у судов. Подходы совершенно разные на территории нашей необъятной родины, и, на мой взгляд, это совершенно недопустимые, потому что этого соглашения все-таки должна быть какая-то единая форма, и у нас в нормативном документе должно появиться условие о том, что мы в это соглашение вносим. Самое страшное у нас, как я уже сказала, нет права отказаться от заключения этого соглашения. Мы для себя придумали регламент, как мы заключаем эти соглашения с специализированными организациями, но это чисто, скажем так, моя выдумка, по сути, потому что нигде не написано, что я могу спросить у них документы в рамках раздела 9, 410 правил, что я могу спросить у них копии договоров, чтобы они подтвердили, что они вообще являются специализированной организацией, которая работает на моих сетях. И если мне этого всего не дают, и я отказываю по этому основанию, и они пойдут жаловаться в антимонопольную службу, ГРО всегда доминантен, и всегда презумируется, что ГРО не права. И мы очень долго доказываем, что мы имеем право с этой конкретной организацией не работать. Не всегда успешно. Что касается отдельной строчки, хотелось бы сказать про договоры с заказчиками, с нашими управляющими организациями, там, где мы оказываем услуги по техническому обслуживанию. Во-первых, договоры эти, по сути, являются самооценкой управляющей компании, потому что штрафуют их за две вещи, за отсутствие договора и за непредоставление допусков внутридомовому базовому оборудованию. Поэтому для них важно бумажку получить. Соответственно, в этой ситуации вот эти вот организации, работающие не очень корректно, но очень неживо, всегда будут выигрыши. При этом мы, довольно с вами крупные, в большинстве случаев, организации с большим штатами сотрудников, которые индексируют заработную плату сотрудникам по законодательству. И, соответственно, наш приз курант на услуги по техническому обслуживанию ежегодно меняется. Договор у нас с вами, между управляющей компанией и нами, заключается на три года. В этом договоре, и, кстати, в типовой форме договора, которую предлагают внести в 410-е правило, указано, что договор заключается на три года, и указывается конкретная цена. И путем буквального торгования мы с вами понимаем, что мы эту цену должны применять три года. И мы можем ее изменить, только если согласиться управляющей компанией. Она никогда не согласится. И мы очень долго, каждый год, первые 6 месяцев, мы уговариваем управляющую компанию согласиться на изменение цены. Это недопустимо, на наш взгляд. И мы предлагаем в типовую форму договора, если все-таки она будет принята, помимо того, что внести раздел, который регламентирует порядок выполнения работ, именно порядок, не взаимные права и обязанности, а то, как это нужно делать руками, но и порядок изменения цены. А именно, хотя бы ее индексацию, привязавшись к изменению индекса роста потребительских цен, предельного роста плата граждан, к чему угодно, но чтобы хотя бы там 4% у нас было гарантировано каждый год. Так, что еще бы хотелось сказать отдельно. У нас, как у организации, занимающихся СУГом, и организации, которые обслуживают по договору НАТО, резервуарные установки, которые оказались изначально брошенными на территории одного из субъектов, а теперь переданы управляющим компаниям, и формально обслуживаем в рамках договора НАТО ВДПО. Так вот, у нас возникла довольно большая трудность с определением перечня работ, которые мы должны делать на трассе наружных газопроводов, и с тем объемом работ, которые мы должны делать на резервуарных установках и с какой периодичностью. В 410-х правилах в минимальном перечне не содержится указание на то, какие работы нужно выполнять на паровую наружную газопроводов, с какой периодичностью. В самом тексте мы можем фактически вычитать, что если это одно домовладение, и многоквартирный дом, то это 4 раза в год мы должны сходить на групповую газопровод, несказанно. А если это многоквартирный дом, то по сути раз в год мы должны и обход трассы с вами сделать, и с ним по бой встретиться один раз в год. Что совершенно не соответствует тому, как мы работаем на групповых установках, которые являются опасными объектами, которые мы эксплуатируем каждый день как в газопроводительной организации. Была попытка в минимальный перечне внести те работы, которые выполняются на резервуарных установках. В одном из проектов изменения в 410-е правило 19-го года выпуска проект был. Они предлагали внести в этот объем работ проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием и замену баллонов жижного газа. То есть, опять же, ничего не сказать про то, как мы должны действовать с групповыми установками. У нас управляющие компании этим активно пользуются, соответственно, требуют исключить работы сверх желаемого ими графика объема, при этом это опасные объекты, которые эксплуатируются. Соответственно, мы на это пойти не можем. И вот у нас на протяжении года очень оживленный спор. Мы тычим в ПНП, в которых написано, что надо, они нам говорят это внутреннего газового оборудования, идите, занимайтесь своим имуществом, пожалуйста. Вот. К слову, вот сейчас сказала, что в перечень, ну и в том перечне, который есть, в перечне, который планируется, хотят внести замену баллонов с жирным с жирным газом, это у нас то, что настоятельная трудность, потому что мы с вами отработали прошлый год в режиме, когда у нас не было тарифа на стоимость жирного газа с доставкой, куда мы пытались свои затраты на подключение газовых баллонов включить раньше. Поэтому, соответственно, у нас не было возможности куда-то включить эти затраты. и по сути у нас не было обязанности подключать это газовое оборудование к газобаллонной установке конкретной бабушки. У населения это называют очень оживленные дискуссии. Они привыкли, что им подключают газобаллоны в те газораспределительные организации, которые привозят эти баллоны. И это, наверное, правильно, что они так делают, но, к сожалению, делают это сейчас бесплатно. А специализированные организации, которые заключают договор на ТО, не делают этого вовсе, хотя в минимальном перечне эта работа есть. Не делают, потому что происходит дисконект между этапом поставки газа и этапом, когда можно вызвать эту специализированную организацию для подключения. Поэтому мы полагаем, что здесь нужно либо исключить из минимального перечня эти работы и все-таки в методику добавить, что эти затраты на подключение должны включаться в тариф и мы как бы зараспределительная организация в тот момент, когда привозим, будем профессионально подключать. Либо все-таки наводить порядок заставлять специализированные организации и выполнять эти работы в рамках перечни. Вот собственно практически все свое выступления я говорила о проблемах. Мы полагаем, следующий слайд, пожалуйста. А, да, вот это вот я не успела вам нападать. А вот это вот наша специализированная организация любимая, вот так подключают у нас счетчики и газовые плиты. Вот они считают, что так можно и так безопасно. Там вам не видно на картинке газовый счетчик перегоничками подключено, там очень много разъемных соединений, они в сети клим. Вот, поэтому мы потом перевариваемся. Это вот результат того, о чем я вам только что говорила. Кстати, вот мы вынуждены приезжать на каждый такой прибор учета, который установлен на «Пойми кем». Потому что у нас как у эксплуатирующей организации существует обязанность ввести этот прибор учета как у поставщика газа. И мы выезжаем, мы вопляем вот такие вот ужасы, когда у нас люди категорически отказываются перемонтировать, мы просто заглушаем газ, напрямую поставку, не вводим эти приборы. Бывают ситуации, где утечек нет, и вроде бы расстояние все проходит, мы должны вводить, к сожалению. Вот, кстати, хотелось бы отметить, что мы полагаем, что у поставщика газа должно быть право не вводить приборы что-то в эксплуатацию только на том основании, что этот прибор установлен не специализированной организации. Вот, после всего, что я вам сказала, хотелось бы следующий слайд все-таки. Ну, ладно, нет и нет. Режюмируя, хотелось бы все-таки получить по аналогии, к сожалению, кстати, мы неотмененным 613-м фангл, который регулировал техническое диагностирование, получить некий подобный документ, который четко будет регламентировать порядок выполнения технического обслуживания. У нас должны быть четкие правила игры для всех специализированных организаций, которых мы будем придерживать. Вот, дополнить, ну, это частный момент, но это важный момент, дополнить раздел 9-й требования, что специализированные организации должны быть сотрудники не просто в каком-то там абстрактном количестве, но сотрудники на территории именно той базораспределительной организации с абонентами, на которой они работают. Чтобы они могли приступить к ремонту незамедлительно, как того требуют правила, потому что все-таки у нас ИТО и ремонт эти предметы завода был. Чтобы они могли с нами работать так, как того требуют правила фактически в режиме онлайн. Сейчас такого требования нет. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы специализированная организация была наделена права на отказ заключения соглашения и какого-то него взаимодействия с организацией, которая не отвечает требованиям. Которые, я надеюсь, разобьется раздел 9, 410 правил во что-то более подробное. И вот в случае несоответствия требованиям у нас было бы право отказаться. кстати, в проекте постановления о внесении изменения 410 правила 20-го года прошлого предлагается, чтобы вы знали, возложить на заказчика, то есть на управляющую организацию, обязанность при заключении договора проверять специализированную организацию на соответствие требованиям. У нас, конечно, управляющая компания самый компетентный орган, который может проверить специализированную организацию. Уж если на кого-то возлагать даже не обязанность, а наделять правом такую проверку отучит, то, наверное, это в первую очередь мы с вами. У меня все, если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечаю. Субтитры создавал DimaTorzok